Культурный подкаст Короленко ОНЕЙР. Подкаст о литературе, кино, музыке и театре. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Короленко ОНЕЙР. Я Галина Безотосная. Сегодня мы путешествуем по книжным полкам, чтобы найти сборник рассказов Марины Степновой где-то под Гроссетто и поговорить о нем. Но сначала немного об авторе. Марина Степнова – писательница, поэтесса, редактор, переводчик и сценарист. Публиковаться начала как поэт еще в Кишиневе, а затем во время учебы в Литературном институте, в Литературных новостях, книжном обозрении, в журнале «Октябрь» как под собственным именем Марина Ровнер, так и под псевдонимом «Конецкая». Прозу начала публиковать в 2000 году. В 2005 году вышел первый роман Степновой «Хирург». В 2011 – второй роман «Женщины Лазаря». Он переведен на 26 языков. А британская газета «The Guardian» включила роман Степновой в свой список 10 лучших романов, действия которых происходят в России. В 2020 году вышел последний роман Степновой «Сад». Автор – лауреат многочисленных литературных премий. Вот они. Роман «Хирург» вошел в длинный список премий «Национальный бестселлер» в 2005 году. «Женщины Лазаря» получили третью премию «Большая книга». Этот же роман «Женщины Лазаря» входил в шорт-листы премии «Русский букер», «Национальный бестселлер» и «Ясная поляна» в 2012 году. Роман «Сад» вошел в короткий список 16 сезона «Национальной литературной премии «Большая книга» в 2021 году. Роман «Сад» стал победителем в номинации «Выбор читателей» премии «Ясная поляна» в 2021 году. Но вернемся к книге «Где-то под Гроссетто». Это сборник рассказов. Но короткая проза Степновой не менее значительна, чем ее романы. Рассказы – речь идет о качественной литературе, настоящей литературе. По своему эмоциональному воздействию на читатели бьют прицельнее, мощнее, ярче. В сборнике «Где-то под Гроссетто» собраны истории об обычных людях, которых не принято замечать. Да и сами они, кажется, изо всех сил стараются остаться незаметными. Но их маленькие трагедии и большие надежды скрывают сильные чувства. Любовь, боль, одиночество, страх смерти и радость жизни. Все то, что и делает нас людьми. В этой книге каждый рассказ почти как роман. И чаще всего с открытым финалом. Где автор оставляет своих героев на грани выбора, в критический момент жизни. И какое решение каждый из них примет – решать читателю. Почти все рассказы – как открытая рана. О том, что не хочется обсуждать. Это самые больные истории из жизни. Ну, например, там внутри надрывный рассказ – монолог матери-одиночки, ребенка-инвалита от рождения слепо-глухо-немого с букетом дополнительных болезней. Читать трудно. А понимание, что есть те, кто так живет на самом деле среди нас, образует внутри какую-то душевную рану от невозможности изменить этот мир. Старая сука. Рассказ об одинокой злобной женщине, которая изливает свою желчь и здея повсюду. Вполне жизненный кадр. Дядя цирк – показательный пример того, как человек может размечтаться, а реальная жизнь встряхнет и не пожалеет. Но иногда это бывает к лучшему. Ведь жизнь мудра. «Где-то под красе-то» – это рассказ о поисках своего места жизни, которое должен найти каждый человек, прежде чем покинуть этот мир. Все эти и другие рассказы об одном – в одиночестве и как с ним каждый справляется или пытается справиться, а кто-то, наоборот, находит в нем свое особенное удовольствие. Рассказы по настроению разные, как и по восприятию. Книга написана чрезвычайно талантливо, атмосферно, образно, с погружением. И каждая история разрывает душу. И вроде бы тяжело должно быть, трудно, а все равно есть во всем этом что-то неуловимое светлое. Читайте. Марина Степнова. «Где-то под красе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...